Плановое обновление в шести многоквартирных домах Нинецкого округа проведут капитальный ремонт. Пять из них расположены в Наринмаре, еще один в Нижней Пёше. Какие именно адреса попали в заветный список? Новая переправа в селе Несь возведут мост через реку Кутина. Объект должны построить до конца ноября следующего года. Цена вопроса чуть более 1 миллиона рублей. Контролировать процесс предстоит Архангельской компании. Опрос дня жителям региона предлагает оценить качество работы местных больниц и поликлиник. В списке 5 учреждений оставить свое мнение можно в интернете, либо непосредственно в организации здравоохранения. И от любителя до тренера. Сегодня познакомим с мастером спорта по полевой стрельбе из Нининского округа Любовью Ивановой. Цикл сюжетов о местных атлетах. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги вторника, 13 ноября. В студии Олега Танзейский. Мы начинаем. Расходы Департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешними связями Нининского округа рассмотрели сегодня на заседании и бюджетной комиссии окружные парламентарии. В частности, были согласованы расходы на содержание мировых судей, мероприятия, направленные на культурное развитие российской нации, поддержку КМНС и другие. Все подробности далее. Всего на реализацию проектов и содержание аппарата Департаменту по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям в следующем году потребуется 110 миллионов рублей. Впрочем, в плановом периоде намечается тенденция к снижению. 103 миллиона 800 тысяч и 97 миллионов соответственно. Каждую статью расходов парламентарии рассматривают детально. Некоторые вопросы, например, вызывают уплаты членских взносов в некоммерческие организации. На эти цели планируется потратить 340 тысяч рублей ежегодно. В составе форума города и страны Арктической зоны, кроме России, в него входят Аляска, Лапландия, Исландия. Конкретно для Ненецкого округа участие в форуме – это возможность получения грантовой поддержки на реализацию своих проектов. Кстати, в проекте бюджета Департамента на грантовую деятельность, конкретно поддержку различных некоммерческих организаций на выполнение социальных проектов, запланировано 10 миллионов рублей. Согласно регламенту, каждый проект может получить до 250 тысяч рублей. А вот как объяснить, что ряд грантов, которые были выданы в 2018 году, были, можно сказать, не просто нереализованы, а, я так скажу, что некачественны. Только на бумажках. Пока нет данных, сколько проектов так и остались нереализованными или реализованными некачественно в 2018 году. Однако чиновники обещали, что впредь усилят контроль за этой работой. Еще одна статья расходов, которая вызвала споры, 1 миллион 600 тысяч рублей планируется потратить на проведение социологических опросов. Депутаты не уверены в целесообразности и пользе данной деятельности для региона. Проведение социсследований, ни одно движение в этой сфере не делается. Поэтому это очень маленькая сумма. Но все вы знаете, что поставленные социсследования в округе проводятся, в том числе и федеральные структуры. Мы фактически имеем сейчас только две суммы на те обязательные исследования, которые минимальные, которые нужны. Кроме того, более 7 миллионов рублей планируется потратить в следующем году и плановом периоде на поддержку традиционного образа жизни и традиционного хозяйствования коренным малочисленным народам Севера. 10 миллионов пойдет на субсидии местным бюджетам для реализации проектов по поддержке местных инициатив. По итогам обсуждения все статьи расходов были согласованы. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Общественная молодежная палата при собрании депутатов подвела итоги работы за два года. За этот период были проведены 15 общественных мероприятий, в том числе и акция, посвященная Всемирному дню здоровья и федеральный проект «Виртуальный фронт». С кратким отчетом в региональном парламенте выступил председатель восьмого созыва Александр Ковязин. В своем докладе председатель молодежного парламента рассказал о нормативно-правовой деятельности, об итогах общественного обсуждения ряда окружных законов, в частности о студенческих отрядах в Ненинском округе и о государственной молодежной политике. Предложения о палате были рассмотрены и учтены при принятии данных законов. Помимо этого состоялась межрегиональная конференция «Молодежь и общество. Время перемен» и первые молодежные парламентские слушания. Итогом слушания стала резолюция с предложениями по совершенствованию молодежной политики, направленная в адрес молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Мы тогда предлагали рассматривать возможности дифференциации молодежной политики с учетом демографических особенностей территории, вызывать профориентацию на основе системности и взаимодействия разных уровней образования, с учетом потребностей профессий конкретных регионов, создавать условия для реализации межрегионального международного обмена молодежи. В целях развития арктических территорий Российской Федерации было предложено сформировать дифференцированное направление молодежной политики, которое бы учитывало особенности арктических регионов и отражало бы стратегию развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденную президентом. Молодыми парламентариями разработано более 12 законодательных инициатив, в три окружных закона были внесены поправки. Кроме того, члены палаты принимают активное участие в социальных проектах, например, это федеральный проект «Виртуальный фронт». Целью проекта стало наполнение часто используемой интернет-ресурсов Википедии о полноценной и правдивой информации о достижениях и подвигах российского народа. За период действия проектов, благодаря активной работе координаторов, было написано и выложено в Википедию более ста статей, включающих в том числе информацию по истории именно Нениска, спикер регионального парламента Александр Лутовинов поблагодарил представителей молодежной палаты 8-го созыва за конструктивное сотрудничество с депутатским корпусом, а также вручил благодарности окружного собрания за развитие молодежного парламентаризма в Ненинском округе. В настоящее время идет формирование 9-го состава общественной молодежной палаты при региональном парламенте. Шесть многоквартирных домов Ненинского округа готовят к капитальному ремонту в пяти домах на территории Нриенмары и одном доме села Нижняя Пеша. Планируется техническое обследование строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения. Соответствующий акцион объявлен на портале госзакупок. В частности, для многоквартирного дома номер 6 по улице 60 лет Октября предстоит разработать проектную документацию на выполнение капитального ремонта внутридомовой инженерной системы теплообслужения для дома номер 7а по улице Строительная, проектную документацию для капитального ремонта фундаментов с заменой и утеплением от сокольного перекрытия по улице Меньшкова для дома номер 11 предлагается разработка проектной документации по капитальному ремонту крыши, внутридомовой инженерной системы электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, а также холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. На той же улице в доме номер 15 планируется капитальный ремонт крыша в доме номер 12 корпуса крыши и чердачного перекрытия. В селе Нижняя Пеша по адресу улица Советская, дом номер 31, будет определено техническое состояние выгребных ям и разработана проектная документация по их капитальному ремонту. Строителям контролем по возведению моста через реку Кутина в селе Несь займется организация «Архангельский энергетический аудит». Работы обойдутся бюджету в сумму более 1 миллиона рублей и завершатся не позднее 30 ноября следующего года. Контроль проводится для недопущения приемки строительных работ, выполненных с нарушением требований проектной документации, требований технических регламентов и других нормативных документов. Исполнителю предстоит контролировать исполнение подрядчикам указаний, предписаний авторского надзора и органов государственного строительного контроля, а также требований исполнителя, относящихся к вопросам качества выполнения работы, применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования. Также строительный контроль будет предусмотрен при проведении работ в охранной зоне воздушных линий электропередач подземных коммуникаций, расположенных на строительной площадке. В регионе тем временем продолжается убойная кампания. На днях к ней присоединились еще два сельхозкооператива – это ЕРФ и Красный Октябрь. Таким образом, заготовку оленины сейчас осуществляет 17 СПК. Остальные хозяйства планируют приступить к убойной кампании в течение ноября и начале декабря. Данные сроки связаны с неустойчивой погодой, которая наблюдается на территории Нинистского округа. Между тем, по информации Департамента природных ресурсов, экологии АПК, на убой в общей сложности направлено порядка 6,5 тысяч голов оленей. Уже произведено 185 тонн мяса. Что касается переработки свежего сырья, то, как рассказала генеральный директор Акционерного общества «Мясопродукты» Тамара Критская, закупка кампании оленины должна начаться ориентировочно в конце ноября. Всего же, по словам руководителя предприятия, во время нынешней кампании по убой северных оленей, «Мясопродукты» планируют закупить 984 тонны оленины. В прошлом сезоне хозяйствами на предприятие было сдано 795 тонн сырья. Более 5,5 тысяч пациентов принял передвижной медицинский отряд Нинистского округа в 2018 году. Как рассказал руководитель мобильной медбригады Иван Пантелеев, начиная с января текущего года, группа из 11 медиков уже побывала в 32 населенных пунктах региона. Выездная медицинская бригада работает в округе с 2007 года. С 2018 врачи передвижного отряда обследуют население округа не по индивидуальным планам, а в составе расширенных бригад, что позволяет проводить комплексное медобследование населения. Услугами бригады по статистике в среднем пользуются 60% жителей населенных пунктов. Из 5600 человек, обследованных в текущем году, почти 2000 – это дети. 23 ноября бригада прибудет в Тошвиску. Затем с 22 по 29 ноября медики продолжат свою работу в Усть-Каре, а с 5 по 14 декабря будут в Харивире. Жители округа могут оценить качество работы учреждений здравоохранения. Независимую оценку проводит Министерство здравоохранения России. Перечень медицинских организаций, подлежащих такой оценке, в регионе в 2018 году утвержден общественным советом при профильном департаменте. В этот список вошли 5 учреждений и частных клиник на территории округа. В частности, жителям региона в текущем году предлагается оценить качество оказания услуг в поликлиниках Ненецкой окружной больницы, а также работу женской консультации этого же учреждения, отделения переливания крови и скорой медицинской помощи. Независимую оценку проходит также Ненецкая стоматологическая поликлиника, Центральная районная поликлиника, а также частные клиники стоматологии Федорова и Заполярный медицинский центр, то есть Сыновита. Работу учреждений оценивают пациенты, заполняя интерактивную анкету, размещенную на официальных сайтах Минздрава России, Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, а также во всех медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории округа. Такая же анкета на бумажном носителе может быть заполнена непосредственно в медицинской организации. В отдаленные населенные пункты округа началась доставка новогодних подарков. Они закуплены за счет окружного бюджета и уже завезены в пять отдаленных муниципалитетов региона. Новогодний груз еще для трех западных поселений округа готов к отправке и находится в рапорту. Как сообщили, директор комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Хатанзейская, все новогодние подарки должны быть доставлены в село округа Инринмар до 6 декабря. В окружную столицу первая партия подарков будет завезена ориентировочно 26 ноября. Такой срок обозначен в контракте. Наборы будут распределяться в декабре через учреждения образования на новогодних праздничных мероприятиях, а также через комплексный центр социального обслуживания и администрации муниципальных образований. Контракт исполняет компания из Иваново. Его сумма составила 4 млн 808 тыс. рублей. Каждый новогодний подарок составлен из кондитерского набора весом не менее 1 кг из сувенира. Подарок упакуют в жесткую коробку с новогодней символикой. Всего в 2018 году закуплено более 7500 подарочных наборов. И в завершении выпуска наши коллеги с телеканала «Россия-1 на Рейнмар» запустили цикл сюжетов о мастерах спорта в Ненецком округе. Героиней первого такого материала стала Любовь Иванова. Вот уже 8 лет она занимается пулевой стрельбой. Все это время девушка не только показывает хорошие результаты на различных соревнованиях, но уже и сама тренирует начинающих спортсменов в детско-юношеском центре «Лидер». Все подробности в материале Ивана Кутенникова. Ей всего 20. Она уже не просто спортсменка, а еще и тренер по пулевой стрельбе. За плечами множество побед, причем не только на региональном уровне. Но несмотря на такие успехи, голову девушки это не вскружило. Да и результаты хорошие появились далеко не сразу. «Лидер» Любовь пришла в 12-летнем возрасте. Конкуренция среди девочек была серьезная. Было ощущение, что надо этого догнать, этого перегнать, там заработать, там получить. Ну нет, были провалы, это естественно. У всех были провалы, были слезы на рубеже, все было. Так что как-то пережила. У меня был такой же результат, как и у обычных новичков. Дальше это было только зависело от желаний и от стремления. Постепенно спортивный азарт и желание развиваться стали приносить свои плоды. Первые победы, первые выезды за пределы округа. Совсем скоро на региональном уровне Любовь выиграла все, что только возможно. А сейчас продолжает успешно защищать звание чемпионки Заполярия. Помогает в первую очередь выдержка. С опытом она научилась подходить к огневому рубежу, что называется, с холодной головой. Ты уже не первый раз выходишь, ты не первый раз стреляешь. И по ощущениям ты должен знать просто, готов ты или нет. И работать не на результаты, а просто на качество стрельбы. Не обращать внимания, кто стоит рядом. Не обращать внимания на шум. Адаптироваться и сосредоточиться на соревнованиях. Некоторые смотрят, допустим, в протокол и видят, сколько там было маркеров, сколько там было КМСов, а я такой-то, такой-то. Я не смогу. Зачем тогда смотреть? Совсем недавно Любовь вернулась с российских соревнований, которые состоялись в Иркуте. И вновь не с пустыми руками. В одном зачете она стала победительницей, в другом завоевала второе место. И это несмотря на не самую качественную организацию турнира. У соперников там было, правда, немного. Условия были ужасные. Там был зал, холодное помещение, все замерзали, тренера ходили в куртках, пальцы просто каменели. И ты стоишь и стреляешь, ногу сводит. Просто нереально. И ты стараешься просто не упасть ниже обычного результата. Но в начале этого года девушки вручили удостоверение и значок мастера спорта. Хотя необходимый норматив она выполнила еще в 2015-м на соревнованиях в Татарстане. У меня даже больше эмоций было не тогда, когда я получила, а когда я его выполнила. Внутри ощущение было, что я как будто переступила на новый уровень и как будто вступила в клуб новый. Я как бы никому это не говорю, что вот такой-то я такой-то. Нет. Это в душе я просто порадовалась, что надо быть поувереннее. Все, уже надо работать дальше. И естественно, ответственность мастерам спорта намного увеличивается. Со своим тренером девушка работает с того момента, как впервые переступила порог тира. По словам Галины Савинковой, талант спортсменки был виден сразу. Она выделялась на фоне остальных. Заниматься с такими подопечными, с одной стороны, непросто, с другой, крайне увлекательно. Талантливые дети, они требуют очень много больше времени. То есть очень много приходится обращать внимание на нюансы, на тонкости, и на все, и на технические, и на психологические. Психология очень большую роль, особенно в виде спорта, пулевая стрельба играет. И поэтому вот на это приходится очень сильно обращать внимание. Тем более девчонки, они очень сложные, они все разные. Они по-разному по темпераменту, по эмоциям. Поэтому каждый приходится искать свой подход. Сейчас Галина Савинкова помогает своей воспитаннице подготовиться к декабрьским соревнованиям в Ижевске. Кубку России по стрельбе из пневматического оружия. Самое главное – организовать тренировочный процесс так, чтобы спортсменка вышла на пик формы непосредственно перед началом турнира. Разогнать перед стартом. То есть, если есть ответственный старт, мы выстраиваем, естественно, тренировки таким образом, чтобы у нас она к старту, к нужному, к важному, подошла до пики своей формы. Ну и, естественно, здесь это в том числе и психологическая тренировка, и какие-то стрельба в соревновательном режиме, еще что-то там, спарринги постоянные. Многократная чемпионка Нейнского округа, победитель и призер выездных турниров. В конце концов, мастер спорта по пулевой стрельбе. Казалось бы, куда стремиться дальше? На этот вопрос Любовь отвечает, не раздумывая. Пробиться финал на соревнованиях в Ижевске. Видимо, это и есть секрет ее успехов. Постепенное движение вперед. От тренировки к тренировке, от турнира к турниру. Иван Кутейников, Александр Дуркин, телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее прогнозы погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.